Здравствуйте, зрители нашего канала! Сегодня мой видеообзор посвящен тому, как правильно посадить томаты на рассаду. Я сегодня выступлю снова в роли говорящей инструкции и постараюсь все осветить нюансы от А до Я и все тонкости посадки, начиная с подготовки грунта. Могу сказать так, что инструкция, конечно, будет такая полная, но какие пункты точно выбирать вам, какие соблюсти, какие не соблюдать. То есть решайте, конечно, сами. Моя основная задача рассказать, как это сделать правильно, для того, чтобы ваша рассада выросла здоровой и, самое главное, не болела и не повреждалась никакими вредителями. Вот это моя основная задача. Почва для посадки томатов должна быть воздухо- и влагопроницаемой и, конечно же, очень питательной. Для этого мы можем купить уже готовые грунты любой фирмы, которой вы доверяете. Можно из всех этих же компонентов, которые входят в состав почвы для выращивания томатов и приготовить сами, сами. И какой состав я сейчас вам назову. Для основной, конечно, основной грунт, состав грунта должен состоять из листовой или дерновой земли. Одну часть. Обязательно добавляем верховой торт. Одну часть. Зрелый, хороший, качественный перегной. Две части. Одну часть песка мы добавляем. И все это вот у нас должна смесь получиться где-то 10 килограмм. То есть из расчета берите 10 килограмм. Вот на 10 килограмм, если вы составляете сами, мы добавляем 70-100 грамм фосфорно-калийных удобрений. И плюс один стакан золы древесной. Вот это основной состав, который мы должны сделать для посадки томатов. Если вы решили сами сделать, то, конечно, вы должны и подумать о том, как мы ее будем обеззараживать. То есть если это южные регионы, то, конечно, у вас пропаривание или прокаливание. Северные регионы и средние полоса, мы счастливцы, мы можем вынести на мороз и обработать в естественных условиях. То есть промораживанием. Это первый этап. То есть подготовку почвы мы начинаем даже, я могу сказать, за месяц. Вот это, наверное, оптимальное решение. После того, как мы хорошо проморозили почву или прогрели ее, начинаем обеззараживание грунтов. Самый простой способ, самый элементарный – это морганцовка. Прямо вот это бабушкин еще метод. 3 грамма на литр воды и хорошо проливаем почву. Но гораздо эффективнее, конечно, противогрибковые препараты. Не просто противогрибковые, а биопротивогрибковые препараты. Вот они намного эффективнее. Я предлагаю вам их пролить, а далее просушить почву. Вот когда почва уже просохнет, мы начинаем обрабатывать биофунгицидами. Какие мы можем использовать биофунгициды? Это, конечно, триходермин, фитоспорин. И смешать мы их можем в одной баковой смеси с биоинсцидами. Ключевое слово – био. В баковую смесь мы можем добавить фитоверм, актофит. Все вот это смешать и пролить. Дело в том, что вот уже у нас были такие видеообзоры, о которых я рассказывала, что именно в почве содержатся и споры различных грибковых заболеваний, которые черная ножка в том числе, корневые гнили, и самое главное – вредители. Они тоже у нас находятся в спячем состоянии в почве. Если мы вот эти мероприятия не проведем, обработаем только от грибковых заболеваний, то вероятность того, что у нас возникнут тля, паутинный клещ, белокрылка, очень высока. Вот поэтому я предлагаю вам приготовить именно ту самую баковую смесь против грибков и против вредителей. То есть этим мы все проливаем и даем почве выстоиться. Она снова у нас подсыхает, затем мы увлажняем ее и по желанию. То есть если вы все-таки сторонник пользоваться М-ками, как их называют, это байкал М1, сияние, то есть различные препараты, которым содержат М-бактерии, вот ими мы же можем пролить почву. Это, конечно, в идеале. То есть вы сейчас мне скажете, ну, наговорила. Я собрала вот здесь, я постаралась объединить все самые ценные. То есть мы одним ударом и убили, и обогатили почву. Теперь семена. Если вы сторонник собирать семена свои, то здесь вы должны будете более тщательно подготовиться к посеву. Обязательно, если семена свои, лучше провести вначале визуальный осмотр. То есть отбраковываем сразу все семена, которые мятые, порченые, с моментами там гнили какие-то, отколтые, мелкие. Выбрасывайте. Не жалейте. После того, как вы семена визуально осмотрели, начинаем проводить их на пригодность к посеву. Одну чайную ложку на 100 грамм воды размешаем соли и туда погружаем семена. Ну, 15-20 минут. Хорошие семена осядут на дно, те, которые тяжеленькие, готовые с хорошей всхожестью, осядут на дно. Все, которые семена всплывут безжалостной рукой, выбрасывайте, не пытайтесь их реанимировать. Они непригодны для посева. Далее мы семена очень хорошо промываем. После солевого раствора обязательно промываем. Наступает второй этап – дезинфекция. Еще раз хочу сказать, все это очень актуально для своих собственных семян, которые вы собрали из своего собственного огорода. Самый простой – это марганцовка. 1 грамм на 100 грамм воды и на 15-20 минут мы замачиваем семена. Дальше не нужно. То есть не думайте так, что если вы там замочите на 3 часа, то все это будет прекрасно, еще лучше обработается, продезинфицируется. Нет, от времени дезинфекция не улучшается. Поэтому 15-20 минут – это более чем достаточно. Далее семена мы после этого промываем. Но в данном случае более эффективная дезинфекция получится, если вы проведете ее в растворе. Фитоспорина – это все биопрепараты. Фитоспорина, аллерина, гомоира. Все их разводим по инструкции и замачиваем семена. Это гораздо эффективнее, чем марганцовка. В разы. Причем, вы знаете, они создают такую пленку, защитную пленку на самом семечке, то есть защищая не только само семя, но и потом дальнейшие всходы и корневую систему. Я все-таки настоятельно рекомендую вам сделать обработку именно биопрепаратами, дезинфекцию. Вы знаете, вы можете даже эксперимент поставить у себя дома на кухне. Сделайте какую-то часть препаратов, обработайте этими препаратами и часть другими препаратами, и потом проверьте всхожесть. Посмотрите, как будут у вас развиваться растения. Вы сразу же для себя решите, стоит делать акцент на эти препараты или не стоит. Но я уже знаю ответ, я точно знаю, что стоит однозначно. Все. Дальше мы уже начинаем семена высевать на рассаду. Можно, конечно, те, которые проводят закаливание, могут провести закаливание семян. Пожалуйста. Эту процедуру мы уже много раз рассказывали. Самый простой способ в несколько дней менять температуру. Днем держать в тепле, на ночь ставить в холодильник. Можно такое. Те, кто проращивает семена томатов, пожалуйста, можно сделать и такую процедуру. Но закаливание, еще раз говорю, что закаливание делаем только сухими семенами. Ни в коем случае не теми семенами, которые уже проклюнулись. После того, как вы их закалили, делаем, те, кто проращивает семена, делаем проращивание. Можно в марлечке, можно в ватных дисках, можно в губке для мытья посуды. То есть способов их миллион. Выбирайте любой или тот, которым вы уже привыкли все это делать. После того, если вы все-таки высеваете семена сухими, то приступайте к посеву. Если у вас семена пророщены, тогда вы более аккуратно с ними обращайтесь, для того, чтобы не отломить вот это вот начало росточка. Грунт мы уже подготовили. Мы его уже пролили бактериями полезными, обработали все. То есть он у нас готов. Если у вас это была процедура заранее, за несколько недель проведена, то есть он у вас уже стоял, ждал своего часа, накануне вечером. Я рекомендую вам его пролить водой, дать ему пропитаться и та вода, которая сольется в поддон, удалить. Грунт должен быть не сырой, он должен быть влажный. Если вы его возьмете в руку, скомкаете, вы так сожмете, он не должен оставаться у вас грубым комком. Должна земля рассыпаться. Это вот самое оптимальное состояние почвы. Теперь о посадке, о сроках посадки. На почту пришло мне нарекание, меня пожурили, особенно южные регионы и север, крайний север, ну совсем уж крайний, но Урал. Сказали, что вы совсем про нас забыли, все рассказываете только для средней полосы, почему мы в таком обделенном состоянии. Я исправляюсь. Сейчас называю вам сроки посадки именно для южных регионов. Так что, дорогой наш юг, записывайте сроки посадки. Ранние томаты мы высаживаем, начиная с 25 по 27 февраля, ну крайний срок 5 марта. Срок высадки рассады в грунт должен составлять 52-56 дней. Это ранние сорта. Средние сорта мы высеваем с 1 по 20 марта. Срок рассады для высадки в грунт должен составлять 60-65 дней. Поздние сорта юг высевает прямо в грунт. Эти сроки, конечно же, не вот прям день в день. То есть, если вы уже точно знаете, что весна у вас всегда наступает чуть раньше, чем я назвала срок, то, соответственно, двиньте немножко. Основной цифр, которую я назвала, срок посадки в грунт. То есть, 50-52 это для ранних, 60-65 дней это средний ранний. Вот от этого и отталкиваетесь. Ну, плюс 5 дней на всхожесть, и если вы пикируете, то 5 дней после пикировки. Вот прибавьте еще эти 10 дней. И можно вот от обратного пойти. Если вот я где-то ошиблась в сроках. Это, конечно, все условно. То есть, я же не житель южных регионов, поэтому мне вот до дней точно вам сложно назвать. Приблизительная дата вот такая. Средние полоса, Урал, Сибирь, ранние сорта мы сажаем с 15 по 20 марта. Супер скороспелые сорта мы сажаем с 1 по 5 апреля. В грунт мы высаживаем рассаду в возрасте 60-65 дней. Это вот тот самый срок. Здесь я тоже хочу сказать, можно тоже от обратного. То есть, вы уже знаете, какая должна рассада высеваться в грунт. И от обратного отойти. То есть, 5 дней на всхожесть и 5 дней после пикировки. Вот прибавляем мы эти дни и мы можем от обратного рассчитать. Поздние сорта у нас в средней полосе и, конечно, в северных регионах просто нет смысла выращивать. Если, конечно же, у вас теплица не отапливаемая. Если у вас теплица отапливаемая, то, пожалуйста, сажайте поздние сорта. Ну, думаю, что все-таки основная у нас идет посадка ранних и ультраранних сортов. Ну, среднеранних. Это вот все в одно время высаживаем. Более ранние посадки, конечно же, если, опять же, я говорю, с теплицей у вас обогреваемой, то, конечно, можно. Если теплица не обогреваемая, посчитайте, стоит ли это делать. Затраты на досветку, затраты на борьбу с грибковыми заболеваниями и плюс еще обогрев теплицы, если вы планируете в теплице. То есть, вот подумайте все, стоит ли вот этих затрат. Может быть, чуть попозже посеять. Рассада догонит ту, которую вы сажали слишком рано и даже перегонит. Теперь приступим к самой посадке. У меня вот сорт я взяла семена алтая, бийский розовый. Любой томат, который мне под руку попался, мне главное показать вам технологию. Если семена у вас покрыты оболочкой, обработаны уже производителем, то, конечно же, такие семена мы не обрабатываем, а сажаем уже прямым посевом в грунт. Далее. Теперь посмотрите. Вот у каждого сорта свои семена. Вот у меня семена достаточно мелкие. Их много, они мелкие, поэтому я советую вам сажать их по два семечка. Потом после того, как всходы появятся, вы уберете лишнее количество, просто уберете. Те, которые сенятся, будут хиленькие, слабенькие. Вы просто их отрежете. Если все сенятся будут хорошие, крепкие, то можно или оставить их до момента пикировки в этой же емкости. Если же вы планируете их выращивать сразу же в этой емкости до момента высадки, то можно прищипнуть. Теперь еще момент такой, я уже при каждом высадке вам говорю, что не используйте сразу же большие тары для выращивания рассады. Дело в том, что томаты, они очень хорошо переносят пикировку, и лучше сделать ее, все-таки эту пикировку провести. Не надо выращивать сразу в одном сосуде. Дело в том, что почва не успевает освоиться корнями, она просто закисает, и в результате этого могут возникнуть и корневые гнили, и различные другие грибковые заболевания. Поэтому я сторонница того, чтобы сажать каждый раз и делать пикировку. То есть сажаем, начинаем в маленькие емкости. Высота тары, вот, наверное, вот такие ячейки, это самые оптимальные. Вы можете взять, здесь у меня сантиметров 5-6 высота этих ячейок, вы можете взять любой способ посадки. О них мы рассказывали в прошлом году, ссылка в комментарии под видео я вам дам. Способов существует различные. Можно посадить в торфяные стаканчики, можно посадить в улитку, можно посадить в самокрутки в пеленку, можно посадить в торфяные таблетки, в торфяные стаканчики, как я уже сказала, или же вот такие ячейки. Выбирайте способы, какие вам больше приглянулись и каким вы больше доверяете. Для меня сегодня вот основная задача показать, как вот сажать вот в такие ячейки. Сюда я могу посадить по два семечка, как я уже сказала, или же по одному. То есть здесь лучше, конечно, воспользоваться двумя семечками. Если вы планируете высаживать в отдельные стаканчики или вот как у меня в ячейке, помните, что грунт нужно досыпать не совсем вот так, чтобы в край. Пусть грунт будет чуть-чуть не хватать до края. Ну, сантиметр-то будет достаточно. И хорошенько уже подготовленный грунт постучите, уплотните, чтобы он был просто ровным. Если вы видите в грунте какие-то комочки, можно их, конечно же, и просеять. Сажаем мы семечка на глубину 1, максимум 1,5 сантиметра. У меня мелкие семена, поэтому я буду сажать на глубину 1 сантиметра. Раскладываем их по углам кассеты. То есть если у вас стаканчики, не в одну кучу их кладите, а распределяйтесь по углам. Слегка их прижимаем к грунту. Грунт у нас уже пролитый, все, как я уже сказала. Если вы сажаете единым посевом вот в такую емкость, то делайте бороздки. Расстояние между бороздками 3 сантиметра. И расстояние между семенами будут составлять где-то тоже 3 сантиметра. Ну это вот, наверное, оптимальные такие вот варианты. Раскладывайте их, прижимайте. И можно, конечно, любыми стимуляторами роста. Вот в бутылочке, когда мы уже сейчас сверху присыплем грунта, побрызгать. Стимуляторы роста могут быть любые, могут быть природные, может быть, как у меня, циркон и пин. Да, еще забыла сказать. Если вы выбираете грунт магазины, то на пачке должно быть написано «Предназначен для выращивания перцев и баклажанов». Здесь вот семечко плохое, я другое кладу. И вот так прижимайте пальчиком. Не сильно, просто чтобы они находились более плотнее к грунту. Дальше я присыпала, положила их, здесь вот два, положила, прижимаю. После этого я немного их вот так сбрызну, чуть-чуть. Если у вас грунт, вы почувствуете, что хорошо влажные, можно они сбрызгивать. И далее сверху насыпаю тем же грунтом, что и основной. Можете сверху засыпать любым материалом, который еще более рыхлый. Это может быть кокосовый субстрат, может быть торф. Но лучше или же субстратом кокосовым, или же вот этим грунтом, который вы использовали основной. Дальше мы присыпаем семена, чтобы у нас сверху был не более 1 см. Вот так. Грунт должен быть сверху рыхлый. Для того, чтобы семечко хорошо прошло через верхние слои грунта. Если грунт будет у вас не рыхлый, если с комочками, то семечко будет достаточно тяжело пробиться. Дальше мы посеву накрываем сверху теплицей. Если вы используете пленку, значит это будет пленка. Если это у вас тепличка, как у меня, то все прекрасно. Чем мне нравятся эти теплички? Посмотрите, вот здесь вот есть вентиляционные отверстия. То есть там идет микропроветривание со всех сторон. То есть вероятность того, что вот там при лишней влажности рассада будет подвержена заболеваниям или плесень возникнет, сводится фактически к нулю. Далее еще что хочу сказать, обратить внимание. Я забыла совсем сказать. Наличие дренажных отверстий – это обязательное условие. Если вы сажаете в стаканчики, стаканчики делайте сами или это у вас из подмолочных продуктов, обязательно сделайте дренажные отверстия и насыпьте на дно небольшое количество керамзита. Это важный момент для того, чтобы не образовалось застой воды, соответственно, не возникли различные грибковые заболевания. После этого мы отправляем томаты на проращивание. Температура для проращивания рассада составляет 24-25 градусов. И всходы должны появиться на 4-6 день. Можно поставить где-то в светлое место, но главное, чтобы оно было теплое. Можно не ставить даже на подоконник. Это не обязательно. Всходы появляются на 4-6 день. Теперь вот очень интересный момент. Прям вот я на нем тоже делаю акцент. Значит, 3-4 дня после того, как появились всходы, мы их ставим на подоконник. И первые 3-4 дня мы сбрызгиваем молодые петельки только из пульверизатора. А полив мы уже начинаем только с недельного возраста рассада. Вот как только недельного возраста есть, но опять неделя у нас исчисляется не с момента погружения семени в землю, а с момента всхода. Вот отсюда мы отсчитываем неделю и начинаем полив. Поливаем 1 раз в 5-7 дней, и температура воды должна быть где-то приблизительно 20-25 градусов. Это вот самая такая вот оптимальная температура. До начала поливов, то есть тогда, когда мы еще сбрызгиваем пульверизатором, температура воздуха должна составлять 13 в диапазоне от 13 до 16 градусов, а ночью 11-13. Это будет способствовать тому, что будет хорошо формироваться корневая система. Как только мы начали полив, после того, как я сказала, неделя прошла, в солнечные дни, когда светит яркое солнце, тепло, то температуру воздуха могут достигать до 25 даже градусов. В пасмурную погоду 18-20 градусов. Ночью температура должна быть в диапазоне 17-19 градусов. Еще раз делаю акцент. С момента начала поливов. Пикировку мы производим в трехнедельном возрасте. Как раз вот в это время уже начинается, как правило, сформироваются два настоящих листочка. Но опять, трехнедельный возраст, это с момента всходов никак не погружения семени в землю. Температура после пикировки выращивания рассады должна составлять 20-22 градуса, ночью 14-18 градусов. Перед высадкой рассады, как правило, вот при таком уходе, она составляет всегда 25-35 сантиметров. У этой рассады всегда почти формируется или одно, или два соцветия. И толщина стволика составляет от 6 до 8 миллиметров. Теперь я забыла сказать про подкормку. Подкармливаем мы томаты, только когда видим, что растению это требуется. Если вы видите, что растение сильное, зеленое, без признаков голодания, как определить голодание? Листья становятся фиолетовыми прожилками, или они становятся белые, белесые, светло-салатовые. Это явные признаки, что растение голодает. Или слишком вытягивается оно при хорошей освещенности, то есть при хорошем уходе вы видите, это признаки нехватки питательных веществ. В данном случае мы тогда начинаем подкормку рассады. Подкармливать можно любыми препаратами, которым вы доверяете. Главное условие, чтобы на них было написано для рассадов. Желательно, конечно, в идеале, чтобы было написано для томатов. Если таких нет, и вы сторонник все-таки органьки, можете подкормить раствором, коровяка или же куриного помета. Но будьте аккуратны, потому что все-таки это достаточно очень сильное удобрение. Концентрацию обязательно нужно соблюдать. У нас есть видеообзор, когда мы рассказывали, как правильно развести натуральное удобрение. Кому интересно, посмотрите. Ну вот в общем-то я постаралась, конечно, осветить все. Когда наступит момент пикировки, мы, естественно, вернемся к нашей рассаде. Все еще раз это мы проговорим. Еще раз, несколько раз разжуем и покажем, расскажем. Все это мы еще раз проведем, все эти видеообзоры. Сейчас, вот в этом видеообзоре, я постаралась все-таки основные моменты на посадку осветить. Это все на сегодняшний день. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. И я желаю вам, чтобы ваши томаты выросли крепкими, сильными и с диаметром ствола не меньше 8 мм. Всем пока!